Приветствую, друзья! Я рад вас всех видеть. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите. Операторы, сколько у нас там уже человек онлайн? Сейчас три. Привет, три человека. Двенадцать. Двенадцать. Да, привет, привет, коллеги, я рад всех видеть. Сегодня у нас запланированное мероприятие. Соответственно, сегодня, какая у нас тема? Разбор маршрутизатора и установка туда дополнительных модулей и всевозможных девайсов. Соответственно, давайте пока люди подтягиваются, студенты наши подтягиваются. Пожалуйста, напишите, как меня слышно. Плюсик, если вы меня слышите хорошо. Ми-ми-ми, до-до-до. Да, я ходил в музыкальную школу когда-то, играл на нервах. Вот, да, плюсики, плюсики. Коллеги, напишите, пожалуйста, откуда вы? Мне вот просто интересно. Напишите, вот чем вы сейчас занимаетесь? Откуда вы? Ну, например, КПИ, пью пиво на поляне. Например, Львов, Алмата. Привет, Алмата. Работаем. Работаем. Ой, как хорошо. Это очень похвально. Я тоже люблю работать. Вот сегодня работаю тоже. Вот приходится, приходится... Там, Рыполи, работаю на работе работником. Ой, классно. Как хорошо, что вы работаете. Киев, Киргизия, Киев. Учимся, Красноград. Работаю. Да, ты же программист. Так, Ерлан тоже пишет плюсики. Ерлан, очень привет передаем. Киев, КПИ, держу в общаге у друзей. Общежитие, вы главное не пейте. Это плохо заканчивается. Нужно работать, работать над собой и продавать свою экспертность, коллеги. Мы вот... Так вот, так вот. Ну что, чудесно. Сколько людей уже? 62. 62. Чудесно. Значит, для тех, кто меня видит первый раз, у нас много случайного трафика. Вот с Гугла, с Яндекса. Поэтому давайте я сначала представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Константин Герасименко. Я инструктор и руководитель Академии ЦИСК и Linux Professional Institute на платформе CD.com University. Мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить их экспертность и зарабатывать больше, компаниям найти высококвалифицированные кадры и решить проблему нехватки специалистов. Соответственно, мы обучаем всему этому делу, да, гарантируем вам окупаемость инвестиций за 4 месяца при условии выполнения учебной программы на 85% и выше. Так вот, какая у нас сегодня задача? Задача такая, что мы будем разбирать маршрутизатор. Я вам расскажу, что это за устройство подробно. И, соответственно, будем устанавливать всевозможные модули, которые вот приехали из Штатов к нам. И, соответственно, это все дело мы будем вот инсталлировать, все собирать. И в конечном этапе не просто собирать, а мы все включим в розетку. И я возьму ноутбук, и мы убедимся в том, что все работает, ничего не взорвалось, что мы не сделали какую-то бомбу, да, мы не террористы, поэтому нужно все это включить и показать, что оно действительно работает, что действительно появились эти все модули вот в iOS, в самом устройстве. И, соответственно, все это дело будем делать. Так вот, давайте приступать. Значит, с чего мы начнем? Начнем, наверное, с этого вот аппарата. Что это такое? Это, значит, это ISR. Что такое ISR? Integrated Service Router. Это маршрутизатор с интегрированными службами. Что это означает на практике? На практике это означает, что здесь можно установить различные модули. И, как результат, получить нужный функционал. В чем вообще ценность устройств ЦИСКа? Вот многие не понимают, говорят, дорого, дорого. Да ничего не дорого. Почему? Потому что это не просто коробка. Это конструктор LEGO. Сюда можно доставить всевозможные модули и получить нужный функционал. Такого нет у ни в одного производителя. Ну, например, вот к нам приехала плата. АЕМ-ВПН. Где тут написано? АЕМ-ВПН. Соответственно, эта плата реализует функции VPN концентратора. Таким образом, вы можете взять и подключить удаленные филиалы. Прикольно, прикольно. То есть, вы покупаете изначально устройство. Да, изначально оно дорого. Но если посчитать цену этой платы, и что вы получите в сумме, выходит дешевле. Вот такая вот плата. Соответственно, VPN концентратор. Дальше. Если вы хотите IP-телефонию. Вот у вас есть устройство. Зачем выкидывать? Сейчас новый тренд. Это IP-телефония. Это видеоконференц-связь. Как это все реализовать? Доставляем плату. Вот DSP. Вот специально покажу PVDM. Соответственно, что такое DSP? Digital Signal Processing. Это здесь находится контроллер. Вот на этой плате, который берет. И вот он, собственно, припаянный. Это в багажном корпусе. Соответственно, он занимается пережимкой кодеками. Что это значит кодек? То есть кодирование. Соответственно, вот эти вот. У меня их две штучки. Соответственно, можно получить, например, 48 IP-телефонов. Классно, прикольно. Дальше, что у меня здесь еще есть интересного. Значит, у нас есть вот такая вот плата коммутации. 4ESW. Соответственно, можно. Это маршрутизатор. Но это плата коммутации. Соответственно, вы доставляете вот такую вот плату. И получаете коммутатор. Классно, прикольно, круто. Реализуется все очень-очень легко. Ну, просто у меня в примере вот 4-х портовой. Коммутатор есть на 16 портов, есть на 9. То есть, они есть разные. Соответственно, вот вы докупаете то, что вам нужно. И получаете нужный функционал. Причем, ну, как бы много на это денег не нужно. То есть, вот докупаете то, что вам нравится. Дальше. Что еще здесь есть у меня интересно? Значит, это плата FXO. Соответственно, сюда подключаются аналоговые телефонии. Телефония. Причем, сюда подключается ваш провайдер аналоговой телефонии. Ну, например, если это у нас тут в Украине, это Укртелеком. В России, там, Ростелеком. В Казахстане, это Казахский телеком. Казахский телеком или как он называется. Соответственно, вот такая вот интересная штука. То есть, вы можете сюда подключить аналоговую телефонею. А дальше у вас на устройстве все будет в цифре, будет цифровая телефония. Кроме того, что мы сегодня еще поставим. Значит, нам приехала плата оперативной памяти. То есть, в чем сложность? В том, что когда вы доставляете, когда вы доставляете оперативную память, когда вы доставляете нужные модули, то ваш iOS, он больше хавает оперативной памяти. Соответственно, при установке модулей нужно обязательно добавлять оперативную память. Соответственно, мы поставим по максимуму. То есть, вот здесь вот 512 мегабайт. Мы здесь внутри уже есть 512. Соответственно, будет гигабайт и можно все крутить по максимуму. Дальше, флеш память. Сам iOS, он тоже становится пожирнее. Соответственно, вот приехала платка. Это Compact Flash. Вот Made in USA. Соответственно, она на 256 мегабайт. Вот, соответственно, достанем маленькую на 64 мегабайта, поставим 256. Вот, собственно, то, что мы будем сегодня делать. Ну что, давайте начинать. Да, так вот, ISR, Integrated Service Router. Маршрутизатор с интегрированными службами. Что это означает на практике? Доставляем различные модули. Видите, здесь вот есть различные всевозможные разъемы. Соответственно, есть два классических Ethernet, и остальное можно добивать, набивать и доставлять нужный функционал. Значит, что мы делаем дальше? Мы это дело начнем разбирать. Если можно, чуть-чуть свет вниз, чтобы было видно всем. Я начинаю раскручивать. Значит, как раскручивается? Лучше всего, коллеги, чем мне вообще нравится CISCO? Тем, что абсолютно все описано на сайте CISCO.com. То есть, нужно брать, читать, и все это дело видно. Если лень, вы скажете, блин, там найти ничего невозможно. Как мне найти? Есть такой ресурс, называется EST.CISCO.com. Или, ну, EST, это так вот по-народному, да, EST. EST.CISCO.com. Соответственно, туда проходит логин, пароль от CISCO.com. И, соответственно, там все сортировано. Вся абсолютно документация сортирована. И, соответственно, вы можете почитать детальный гайд, как это дело все разобрать. Я, собственно, рекомендую вам именно читать. Не делать вот вручную, потому что можно поломать. Ну, а устройство дорогое, да. То есть, вот, чтобы не было каких-то там потом косяков, сложностей и каких-то вот непредвиденных ситуаций. Потому что потом придется вот боссу продавать вас в рабство. Вот. И будет это плохо. Так вот, открываем. Открыли, да, он сдвигается чуть-чуть, крышка. Соответственно, достаем крышку. И что мы видим? Мы видим вот такую вот внутри плату. Значит, еще раз. Маршрутизатор. Это специализированный компьютер. То есть, здесь точно так же, как и на обычном компьютере, есть материнская плата. Вот она большая. Специальной формы. Дальше. Здесь есть процессор, где процессор находится. Вот он здесь посредине. Вот он. Большой, да, он в ГАА корпусе, все припаяно. Есть точно так же и северный мост, который работает с оперативной памятью. Вот, соответственно, точно так же все, да. Как и на обычном компьютере. Дальше. Давайте посмотрим разъемы, какие здесь есть. Значит, первый разъем, который вот попадается на глаза, это, собственно, оперативная память. Здесь стоит 512 мегабайт. Соответственно, мы установим еще 512. Вот во второй слот, он свободный второй слот. Вот можете, да, ближе показать. Значит, второй слот, он свободненький совсем. И, соответственно, сюда мы установим вторую планку памяти. Давайте, собственно, начинать брать это дело. Ну, показывайте, показывайте. Значит, берем и ставим. Каким ставим? Как ставить? Значит, здесь такие лапочки есть. Мы их раздвигаем. Раздвигаем и, соответственно, устанавливаем. Значит, что важно. Вот здесь есть ключик. Ключик. Вот. То есть, разрез, да. Соответственно, нужно ставить правильно, силы ничего не нужно делать, я вас очень прошу. Сейчас можно впихнуть все, куда за угодно, но силы, если ногой сюда бить, то конечно вы впихнете. Но лучше не нужно делать, почему, потому что маршрутизатор дорогой, например, 4,5 тысячи долларов, поэтому вы можете попасть на деньги. Нажимаем, щелчок, лапки закрылись, все установили. Таким образом, получили гигабайт оперативной памяти. Дальше, следующий слотик, который у нас здесь есть, это слот для DSP. Собственно, здесь и написано PVD, соответственно, берем и сюда устанавливаем наши платы DSP. Значит, я беру сначала плату, которая у меня побольше, соответственно, здесь у меня 16, вот этих вот процессоров здесь написано 16, так резкость навелась, надеюсь, значит 16. Соответственно, берем и устанавливаем. Каким образом? Значит, DSP ставится тоже, есть ключик, разрез, и вот нужно быть внимательным, чтобы этот разрез подходил. То есть, вот таким вот образом. И DSP ставится, обратите внимание, наискось. Так, похоже не той стороной, пробуем другой. Значит, ставится наискось, наискось так, да? Соответственно, вот так вот. Значит, наискось, дальше двигаем вперед, щелчок и должно все закрепиться. Закрепиться. Закрепилась. Чудесно. Значит, достаем точно так же, то есть, если нужно достать, сразу покажу, потому что, чтобы потом никто ничего не выломал. Вот здесь такие лапки есть, соответственно, берем их, раздвигаем, и плата становится на бок. И точно так же достаем в обратном порядке, да? То есть, к себе, к себе, раз. Вот, и вот ставим вот таким вот образом. Закрепляем. Все, класс. Дальше, ставим вторую плату. Вторую плату, соответственно, будет еще 8. Так, смотрю, какой стороной. Нет, другой. Другой, значит, примеримся, и потом только сюда все это загружаем. Так, класс. Все круто, все установилось. Все, плата установлена. DSP. IP-телефония уже есть, поддержка. Значит, следующий этап, это установка вот этой вот IAM VPN модуля. Это плата шифрования. Вот, собственно, чем ЦИСКА хорошо? Это полностью аппаратное решение, да? Соответственно, очень стабильно, очень хорошо все работает. Поэтому будем ставить вот эту платку. Значит, как она ставится? Вот здесь такой разъем. Вот. И, соответственно, ставится вот таким вот образом вот сюда. Их здесь может быть две. Вот, обратите внимание, разъемов две. Соответственно, если вам нужно больше филиалов подключить, ставим две платы, получаем нужный результат. Вместе с платой в комплекте идут вот такие вот крепеж, упор. Соответственно, мы сейчас возьмем это дело и все сюда поставим. Так, вот таким вот образом вкручиваем первый. Теперь берем второй. А этот VPN для IPSec? IPSec это вообще технология упаковки. То есть, как упаковывать данные. VPN на самом деле, коллеги, я тоже раньше думал, что VPN это вот там PPTP. Оказывается, VPN-ов их больше 35. Их больше 35. А IPSec это технология, которая позволяет делать VPN. Но их на самом деле намного больше. Где это изучается? То есть, вот как это выучить? Это есть курс CCNA Security у нас. И, соответственно, его можно пройти и это дело все хорошо разбираться. Так вот, вот разъемчик. И, соответственно, берем и устанавливаем. Что еще интересно? Вот здесь такой вот есть упор и, соответственно, пластиковое. Оно должно все надеться на это все дело. Давайте пробовать. Так, значит, главное силой ничего не нажимать, потому что может плохо все закончиться. Так, все установилось. Следующий этап это просто закручиваем наши болтики. И будем наслаждаться, так, работай. Так, вот моя отвертка. Получилось. Получилось. Так, так, так. Вкручивается, вкручивается. Не хочет вкручивать, соберем побольше. Вот, попал. Все закрутил. Значит, да, нужно все закручивать, чтобы потом на ходу там ничего не развалилось, не потерялось. Там никаких болтиков не было по плате, не прыгали. То есть, это все дело нужно хорошо обязательно все смонтировать. Так. Получилось. Чудесно. Значит, с внутренними компонентами, собственно, все. И можно закрывать крышку. Дальше мы будем ставить внешние всякие модули и флеш-память. Соответственно, я беру крышку. Это дело все закрываем. Вот таким вот образом. Так. Не очень хорошо двигается, но это нормально, потому что маршрутизатор этот каждый день не разбирается. Соответственно, дальше вкручиваем назад саморезы. И, в принципе, с DSP и VPN готово. Кстати, коллеги, пока есть время, можете написать какие-то вопросы свои. Я готов на них ответить. И, соответственно... Что даст эта плата, нежели стандартный функционал iOS? Ну, что значит стандартный функционал? Вот это вот устройство поддерживает 4000 плюс функций. Функции, да? То есть, минимум 4000. Это... Ну, чтобы это прям стандартно было, то я бы не сказал. Значит, следующие... Ну, то есть, эти функции, они не везде есть. То есть, не каждый производитель вам может предложить в маршрутизаторе 4000 плюс функций. Значит, что мы делаем дальше? Дальше достаем нашу компакт-флэш. Вот здесь она находится. Здесь такая вот кнопочка есть. Нажимаем. Она у вас выезжает. И вы ее извлекаете. Опачки. И здесь на 64 мегабайта я беру новую. Ставлю новую на 256. Соответственно, поставили. Запихнули до упора. Все получилось. Значит, с флэш-памятью тоже все получилось. Этап следующий. Это установка... Значит, кого? Платы коммутации. Раз. Вот плата IP-телефонии. FXO2. И поставим еще плату глобальных соединений. Для того, чтобы можно было подключаться к E1-T1 линку. Есть такие провайдеры в Украине. Соответственно, вот еще одна плата. Это последовательные линки. E1-T1. Значит, что нужно сделать? Первая задача. Самое главное. Это выкрутить нижние вот эти заглушки. И, соответственно, установить туда эти все платы. Значит, начинаем выкручивать потихонечку. Не спеша. Так. Достали. Заглушка. Вот такая вот. Вместо нее ставим плату. Каким образом? Значит, вот так она сюда заходит. И мы ее продолжаем дальше запихивать. А дальше просто вкручиваем. Так. Значит, закручиваем. Так. Крутим дальше. Силой ничего делать не нужно. Потому что можно что-то сломать. Вуаля. Последовательные линки у нас уже готовы. Дальше. Ставим плату коммутации. Соответственно, у нас будет 4-х портовый коммутатор. Прямо внутри маршрутизатора. Как его настраивать? Вот большинство инженеров, кстати, не умеют эту плату настраивать. В чем там хитрость? Значит, в том, что инженеры думают, что раз это маршрутизатор, соответственно, вводят команды, как для маршрутизатора. А это плата коммутации. Соответственно, нужно вводить команды, как на коммутаторе. Помните, да? То есть IP-адрес на коммутаторе назначается только... Андрей, откройте, пожалуйста, дверь. Вот, значит, IP-адрес назначается только на SVI-интерфейс. Соответственно, здесь SVI-интерфейсов нет. Вот почему, потому что это маршрутизатор. А если вы хотите IP-адрес назначить, то нужно делать VLAN. На VLAN назначаете IP-адрес и в нужный VLAN вкидываете нужный порт. Вот такая вот идея. Соответственно, это несложно, но если вы это знаете, да, то есть нужно все-таки понимать, как работает коммутатор, для того, чтобы в конечном этапе можно было это дело все настроить. Значит, последнее, что нам осталось, это установить FXO. Соответственно, будем брать аналоговый провайдер. И от аналогового провайдера заводить IP-телефонию внутрь устройства. Открываем опять заглушку. Вот. И устанавливаем аналогового провайдера. Так, 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 подключаем. Подключаем и закручиваем. Это маршрутизатор уровня ядра? Нет, это маршрутизатор уровня распределения. Нам, я вам так скажу, чтобы для того, чтобы учиться, вот, и учить студентов, нам не нужны маршрутизаторы уровня ядра. Почему? Они дорогие. Там, ну, стартовый чек, наверное, там 40 тысяч долларов. Соответственно, вот. Что же тогда в ядро ставить? Что в ядро ставить? АС-свары ставить, там, 9-тысячные. Вот. Какие-то там, вот-вот-вот, с той серии. Там. Вот-вот такие девайсеры. Значит, ну что? Значит, у меня все готово. Следующий этап, что я делаю? Это я включаю питание. Я включаю 220. Беру провод 220. Включаю в вилку. Вот так вот. Дальше, для того, чтобы подключиться к устройству, коллеги, кстати, мы вот это дело рассказываем в нашем блоге. Кто еще не подписался на наш блог, подписывайтесь. Я вот там детально это рассказываю. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится консольный кабель. Вот он. Значит, что такое консольный кабель? С одной стороны разъем RG45 и включается он в консольный порт. Консольный порт голубенького цвета вот здесь вот. Сейчас наши операторы это продемонстрируют. Дальше на выходе ком-порт. Но так как у меня MacBook Air 2021, у меня нету ком-порта, соответственно, у меня есть переходник USB-ком. Таким образом, я себе на компьютер могу пользоваться этим всем делом. Так вот, я включаю в консольный порт. Раз, включил. Дальше, включаем питание. Я беру ноутбук, собственно. Вот вы можете подойти на эту сторону и продемонстрировать. Значит, так, я ввожу пароль. Значит, консольный порт можете показать. Он голубенького цвета. Здесь вот все подписано. За что я люблю вообще циска, что все написано. То есть, ну, совсем дебилом надо быть, чтобы не прочитать консоль. То есть, берете консольный кабель. Цвет голубой здесь. Цвет голубой там. Включили. Дальше включаем питание. Значит, посмотрим на экран. На экран, что мы здесь видим. Мы видим то, что началась инициализация, вот, собственно, самого устройства. Да, то есть, пошла загрузка. И, соответственно, видим, что устройство начинает загружаться. Значит, цисковские устройства загружаются достаточно медленно. То есть, вот сейчас пройдет там минут пять, наверное. А вот пока это дело все загрузится. Ну, и дальше мы введем команду. Мы введем команду шоу. Вот команду шоу, которая вот покажет нам, что все хорошо. Да, то есть, мы введем команду шоу. Команда шоу-вершн показывает, что у нас за устройство, какие платы там установлены, что там внутри есть. И, соответственно, мы сможем в конечном результате убедиться в том, что все наши модули работают, что их iOS видит. И, соответственно, что можно с этим дальше будет настраивать. Да, то есть, сначала установили, дальше будем выполнять уже настройку. Так, 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 так. Так, да. Ждем, пока загрузится. Загружается медленно. Пока вопросы можно? Да, коллеги, пока можно вопросы. Почему устройство медленно грузится? Ну, потому что оно медленно, да и все. Но при этом может ворочать там сотнями мегабит, да? То есть, в чем смысл этого? В том, что это аппаратные решения. Это не какой-то там FreeBSD с тактовой частотой там 3,2 ГГц там на Xeon. А оно медленно и не нужно здесь быстро. Понимаете, да? То есть, вообще оптаймы этих устройств дикие. Поэтому, вот, все. Значит, load complete. Началась распаковка iOS. Обратите внимание, таким образом мы флешку нашу уже вычитали, да? То есть, флешка видится, и это хорошо. Да, на флешке, кстати, есть iOS. Я его туда предварительно записал. Вот. Это идет распаковка. iOS распаковывается с флешки и грузится в оперативную память. Вот такая вот интересная штука. Каков процент успешного прохождения экзамена в ЦИСК у ваших студентов? Наши студенты, 95% наших выпускников получают международные сертификаты. Коллеги, еще раз. Для тех, кто не в курсе. Мы даем гарантию окупаемости ваших инвестиций. Если вы учитесь, то есть, выполняете 85% учебной программы. Кстати, видно VPN, DVDM, DVDM видно. Вот видно onboard VPN. О, все, круто загрузилось. Вентилятор стал работать тише. Так вот, мы даем гарантию окупаемости ваших инвестиций. Если вы выполняете учебную программу на 85% и выше. Если же вы выполнили учебную программу и нет у вас работы, мы возвращаем деньги. Вот такой принцип обучения. Вы скажете, как мы можем гарантировать такое вот качество? Вот в этом все дело. Очень просто. Вы все время сдаете экзамены. То есть, как происходит обучение? Теория, практика, экзамен. Теория, практика, экзамен. Теория онлайн. Соответственно, мы уже лет 10 ведем онлайн занятия. Практика на оборудовании. Вот здесь вот. Вы можете к нему подключаться удаленно. Вот если будет интересно, как это реализовано, мы снимем отдельное видео. И, соответственно, сдаете экзамены. Экзамены максимально приближенные к тем, которые в центре сертификации. Соответственно, когда вы их сдаете, есть фидбэк от вас. Я могу точно сказать, что вы сдадите или не сдадите. Вот такая вот идея. Так, 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 так. Значит, Андрей пишет, фишка в опыте. Ну, что вам сказать, Андрей? К нам приходят студенты, которые учатся в КПИ. Какой у них опыт? Никакого опыта нет. Так вот, смотрим. Вы помогаете только с работой на территории Украины? Мы помогаем с работой по всему СНГ, вот по всей Восточной Европе. У нас уже много контактов. Мы на рынке 10 лет. Наши выпускники уже стали директорами IT-отделов, директорами компаний. Соответственно, много фидбэка от них. И, соответственно, они обращаются и просят сотрудников. Поэтому много личных контактов. И, собственно, то есть наверняка, куда бы вы ни пошли, у вас будут наши выпускники принимать собеседование. Работа с железом только по удаленке? Работа с железом. Ну, если вы находитесь физически в Киеве, вы можете переходить сюда работать на железе. Так вот, самое интересное, коллеги. Смотрим, 6 Fast Ethernet портов. Что это означает? Это означает, что здесь в маршрутизаторе их было 2 изначально. И мы установили 4. Таким образом, появилась наша плата коммутации. Мы ее видим. Дальше. 2 последовательных линка. Смотрим, 2 последовательных линка. Мы установили сериальную плату WIC2T. Соответственно, появилось у нас 2 линка. Это все дело видно. Значит, что еще интересно. Значит, это VPN. Смотрим. У нас написано 2 виртуал интерфейса. Значит, почему их 2? Вот я когда первый раз увидел это устройство, я тоже не мог понять, почему 2. Мы-то плату 1 установили. Дело в том, что внутри уже есть VPN модуль 1, но он слабенький. Соответственно, он может делать только одно соединение VPN. Если мы ставим плату, получаем побольше. В зависимости от того, какая плата. Например, 20 VPN сессий одновременно. Дальше, смотрим дальше, что мы здесь видим. 4 VoiceFXO интерфейса. Собственно, у нас их тоже было 4. Мы установили эту плату. Соответственно, есть эта плата, определилась. Смотрим, что здесь еще. Значит, количество DRAM. Значит, сколько памяти где-то там выше. Но в CompactFlash у нас появился 256 МБ. Вот он. Оперативную память сейчас посмотрим командой ShowVersion. Она покажет это более детально. Значит, вот у меня маршрутизатор уже предлагает запустить автоконфигурацию. Я нажму No. Соответственно, попаду в обычный пользовательский режим. Так, сейчас он загрузится. Догрузится, догрузится. Вот чудесно. Все, тут вот лицензия появилась. Значит, так. VoiceService VoIP. То есть Cisco предлагает мне iOS настроить IP-телефонию. Все, круто загрузилось. Давайте делаем Enable и переходим. Вот эта IP-телефония тут заводится. Пишем Enable. Переходим в режим привилегированный. И, соответственно, здесь давайте напишем ShowVersion. Для того, чтобы можно было посмотреть, сколько здесь чего. Что мы здесь имеем. Значит, давайте еще раз смотрим. iOS у нас тут. Значит, Bootstrap загрузчик у нас 12-й версии. Вот он. Дальше мы загрузились с флешки. Вот наша флешка. Advanced Enterprise Security K9 15.1 EOS. Вот, собственно, он у нас загрузился. Reload Type. Normal Reload. То есть все загрузилось нормально, без всяких приключений. Смотрим дальше. Что мы здесь имеем. Значит, мы имеем 6 фаст-эзернетов, 2 последовательных, 2 VPN и 4 FxO. 256 мегабайт оперативная, извините, флеш-память. Вот конфигурационный регистр тоже определился 21.02. Собственно, значит, у нас все получилось. Вот. И как вы видите, все работает. Ничего не дымит. Дыма нету. Дыма нету. Ничего не дымит. Не ломается, не взрывается. И, собственно, меня, как говорится, это очень сильно радует. Значит, коллеги, задаем вопросы. Нас осталось время буквально чуть-чуть задать пару вопросов для того, чтобы я мог на них ответить. Ну и, соответственно, для того, чтобы сделать максимальную пользу для вас. Вот цель наших этих всех видеосъемок. Это мы создаем ценность для вас. В результате повышаем ваш уровень квалификации. Как результат, вы потом продаете ваши знания, продаете свою экспертность. Ну и в конечном этапе зарабатываете больше. Это у нас пришла хорошая академия. Спасибо за теплые слова, коллеги. Еще вопросы, коллеги? Может быть... Да, кто-то уже наш студент. Чудесно круто. Может быть, смотрите, предлагайте темы следующих видосов. Мы будем делать анонсы, будем что-то снимать, будем что-то показывать. То, что вам интересно. Можем про VPN рассказать, показать. Можем IP-телефонию, можем ЦИСКО-АСА. Вот может быть, кто-то есть, кто настраивает безопасность на ЦИСКО-АСА. Пожалуйста, вот любые... Вот то, что вы делаете на работе, то, что для вас важно, вот, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Тема ОСПФ. ОСПФ. В памяти находится сам ИОС, сама операционная система, да, то есть как на компьютеры, как обычный компьютер. Он грузится с диска, а потом уже работает. То же самое и здесь, да, то есть должно быть хранилище данных, откуда загрузится сама операционная система. Соответственно, операционная система грузится с диска. Нужны лицензии на дополнительные платы? Да. Собственно, при установке дополнительных плат, при установке дополнительных модулей, нужно обновить вашу операционную систему. Как это сделать? Очень просто. Покупайте на ЦИСКОМ, все можно купить онлайн. И, соответственно, будет нужный функционал. Да, пишут, что про АСПФ было бы круто. Запись будет сразу же после печати. Запись будет, мы записи не удаляем, поэтому вот как есть, так и вы потом в будущем можете пересмотреть. Полностью с нуля учите? Да, мы учим с нуля, начиная там детей с седьмого класса, у нас дети в седьмом классе осваивают CCNA. Поэтому, если вам уже за 20, поверьте, вы не то что отстаете, вас дети в седьмом классе уже обгоняют. Вот, то есть начиная с седьмого класса и заканчивая директорами отделов, которым там по 50, по 55 лет. Всех этих мы учим товарищей, вот, трудоустраиваем. Зачем флеш-память увеличивать? Откуда там берется iOS? Значит, в чем сложность, коллеги? В том, что флеш-память, то есть когда вы доставляете нужные платы, вам нужно получить этот функционал. Чтобы он у вас заработал, чтобы эти платы заработали, нужно, чтобы сама операционная система поддерживала эти платы. Соответственно, вы обновляете операционную систему iOS, да, то есть вы ее покупаете на Cisco.com. Дальше ее нужно записать куда? На флеш-память. Соответственно, 64 мегабайта это маленький размер, поэтому вы берете и меняете флеш-память, например, на 256. Соответственно, туда записываете этот iOS и в результате у вас уже все может работать, да. То есть функционал, он привязан к памяти, да, то есть это работает на чем-то. Это как автомобиль, который возит что-то. Если вы хотите возить, там, не знаю, тонну, это один автомобиль, две тонны больше, КамАЗ еще больше и так дальше, да. То есть вы, вот это носитель, то, что, собственно, носит вот ваши эти функции все. Если английский на 0, как быть? Значит, как быть? Во-первых, коллеги, у нас есть специализированный курс по английскому языку. Вот, это не проблема. Это не проблема. Английский это не проблема. Сейчас на русском говорят все, понимаете, да. То есть базовый английский нужно знать, например, my name is Kostya from Kiev, capital of Ukraine. Вот, вот на таком уровне нужно знать английский. В общем, учить английский. Да, учить, мы поможем с английским, это несложно. Почему? Почему легко учиться у нас? Дело в том, что у нас учебник изначально доступен на шести ООНовских языках. Вы знаете, что какие ООНовские языки? Это английский, арабский, немецкий, испанский, русский и какой-то шестой еще, китайский. Вот, собственно, эти шесть ООНовских языков. Поэтому учебник легко переключается на любой другой язык. И вы можете читать одни и те же страницы в разных вкладках на разных языках. И это классно. Дальше, экзамены мы традиционно активируем на двух языках. Вот, кроме вот этих шести, да, то есть, доступно шесть, минимум шесть. Соответственно, мы можем вам активировать на русском, на английском. Вот, у нас есть ребята, которые специально для того, чтобы устроиться в международной компании, они читают учебник на испанском. Почему бы нет? Да, то есть, у человека сразу есть три языка. Русский, английский, испанский. На работу берут, как дети в школу. Легко, понимаете, да? То есть, если вы специалист, если вы в этом разбираетесь. Да, спрашивают цену курса по английскому. Я думаю, что это можно посмотреть на сайте. Значит, да, цена курса на английском на сайте. Вообще все цены по всем курсам на сайте. Да, все это доступно на сайте. Можете писать. Если что, мы лично ответим вам в месседж, там, вот, в комментарии. В группу. В группу. В группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Мы это ответим вам в личное сообщение. Значит, сколько происходит обучения? Смотря какой курс, понимаете, да? То есть, есть курс, например, по безопасности CCNA Security, там, это два месяца. Есть курс CCNP, это полгода. CCNA занимает восемь месяцев. Вы поймите, мы не занимаемся кидаловом. Вас можно пригласить сюда, за три дня что-то вам показать и сказать с вас денег. Нет, мы учим медленно, долго и качественно. Вы работу хотите за 2000 евро? Понимаете, да? То есть, вам, это как в такси, вам или ехать, или шашечки. То же самое здесь. Если нужно качество, это восемь месяцев. Постоянной сдачи экзаменов, постоянные практики, онлайн, оффлайн, на оборудовании. То есть, по-другому не бывает. То есть, мы даем вам квалификацию. Это важно. Вот такой вот момент. Если нужно быстрее, многие учатся быстрее. Те, кто уже где-то работал, соответственно, они учатся быстрее. Каким образом? За счет того, что у нас много групп. Вы можете присоединиться. То есть, у нас, например, на первом семестре CCNA, у нас три группы. На втором у нас тоже три группы. Вы можете в три раза ускориться. Ходить просто чаще на занятия. Чаще онлайн, чаще на практику. Чаще стойку брать. И за счет этого можно ускориться в три раза. То есть, можно весь CCNA освоить за 4 месяца. Это легко. Но нужно работать. То есть, вот-вот. Да, пишет Дмитрий Давыдов. Спасибо за веб. Очень познавательно. Я даже не знал, что просто 8.11 так умеет. Да, значит, ну, эта железка много чего умеет. Нужно просто с этим брать, разбираться, ковырять. ЛПИ 1 и 2. 4 месяца? Значит, у нас есть Linux Professional Institute. Соответственно, есть курсы по Linux. Базовый курс это 2 месяца. ЛПИК 1. Там две части по 2 месяца. То есть, за 4 месяца вы можете легко это дело все освоить. Кстати, много ребят осваивает LPI, потому что это DevOps. Это уровень зарплаты в разы выше. То есть, DevOps это вообще такая профессия интересная. То есть, нужно знать программирование, нужно знать сети, нужно знать операционные системы. Соответственно, вот мы это дело тоже предоставляем. Дайте линк на школу. edu-sisco.org Так, что еще с вопросами? Так, вопросы, вопросы. Я к вам летом приеду, спасибо. Приезжайте в гости, будем рады вас видеть. CCAE это, наверное, моя мечта. Значит, по поводу CCAE, у нас есть знакомый, конкретно я как инструктор CCAE не веду, но у нас есть знакомый, который ведет CCAE, поэтому кому интересно вообще получать от 10 тысяч долларов зарплаты, крутить землю, тыкать пальцами, ехать туда работать, тоже можем с этим помочь. Так, что еще с вопросами? Нет, нет вопросов. Сколько стоит железка? Сколько стоит железка? Значит, что вам сказать? Смотря где ее покупать. Если покупать официально, это будет дорого. Но так как в Украине сейчас люди голодают, за 10 центов можно купить Волынскую область, то, соответственно, вы можете догадаться, за сколько можно купить эту железку. Она end of sale? По-моему, еще нет. Так, еще вопросы. Тогда будем заканчивать, я думаю. Интересно было бы послушать про NP и BGP. Про BGP. Про BGP у нас есть отдельный курс, классный по BGP. Это изучается в курсе CCNP. Там очень большая лекция, 190 слайдов. Она занимает буквально 3, 270, мне коллега подсказывает, по NP и BGP. Это только слайдов. Можете представить, сколько это занятий. В общем, текст. Да, это только текст, 270 слайдов. Поэтому, как это вместить в одну лекцию, я не знаю. Но если вы напишите что-то конкретное, что вас интересует, да, то есть там много нюансов. Вот, то есть вообще вот нюансов много. То есть вы наверняка работаете с чем-то одним. Я не думаю, что вы работаете со всеми технологиями, которые есть. Поэтому, если что-то конкретное, то спросите, давайте сделаем онлайн-трансляцию и покажем, как это сделать. Может быть, подключимся к вашим железкам и на вашем это все сделаем. Вот, как вам будет угодно. Огромное спасибо и удачи. Очень приятно, что вы хотите. Да, спасибо. Круто, коллеги. Окей. Значит, был рад всех видеть в эфире. Приходите к нам на занятия. Мы всем поможем, помогаем. Можете почитать отзывы нас в ВКонтакте, на сайте. Вот такие мы есть. Соответственно, встречаемся через неделю. То есть мы будем делать регулярные трансляции. Следующая трансляция будет в следующий четверг. В 13 часов по киевскому времени. Сейчас киевское время совпадает. А, не. Стоп, стоп, стоп. Значит, на следующей неделе мы будем на конференции. Мы повышаем свою квалификацию. Соответственно, следующее включение, онлайн-трансляция, будет из конференции. Мы будем повышать квалификацию и расскажем, как мы учимся, как учатся наши инструкторы. То есть железок не будет на следующий раз. Мы будем на конференции, инструкторской конференции. Соответственно, расскажем, что там нового. Может быть, какие-то фишки. Будут новые курсы. У нас, да, у нас портфолио курсов постоянно расширяется. Вот, например, за последних полгода добавилось два новых курса. Вот, поэтому будем тоже вам эти новости рассказывать. Через две недели будет опять очередная железка. Что-то будем разбирать, что-то устанавливать, что-то будем настраивать. Поэтому в комментариях пишите, что вы хотите, что вам интересно. Это прикольно, когда есть... Вот я вспоминаю себя. Я самоучка. И сам брал и учился. У меня это заняло кучу времени. Я завидую сейчас студентам, которые могут на втором, на первом курсе. Не важно, где находиться. Они могут быть в Красноярске, они могут быть во Львове, они могут быть в Канаде, они могут быть, не знаю, в Ростове, где угодно. Понимаете, да? И человек может легко учиться, он может найти квалифицированных топовых преподавателей и освоить это все дело быстро и качественно. То, что раньше не было. То есть сейчас учиться намного в разы легче. И этим нужно пользоваться. Поэтому будем делать трансляции. Пишите, что вам интересно. Вот и все. Вот такая вот идея. Значит, был всех рад видеть. Всем любви и терпения. Встречаемся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!